Эксперты рассказали, сколько россиян стали теми, кем мечтали в детстве. Эксперты рассказали, сколько россиян стали теми, кем мечтали в детстве. 3-4 Москва, 25 июня РИА Новости. Лишь 5% соискателей сегодня работают в той области, о которой мечтали в детстве. А чаще всего в детстве россияне хотели стать врачами или актерами, показали результаты исследования компании Headhunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как показало исследование, детская мечта и реальность в части трудоустройства совпали лишь у 5% респондентов, 17% заявили о частичном совпадении, большинство россиян, 77%, сказали, что мечта так и осталась мечтой. В пятерку профессий, о которых чаще всего мечтали в детстве россияне в возрасте до 25 лет, Папа или дизайнер, 6,23%, врач, 5,66%, актер или актриса, 5,47%, ветеринар, 4,34%, и археолог, 3,96%. Респондентов старше 25 лет в детстве больше привлекали профессии врача, 7,29%, учителя, 6,77%, космонавта, 4,42%, актера, 4,34%, и военного, 4,12%. 19 апреля, 4,21%. Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе. Причем о том, что их детская мечта осуществилась полностью, завели 6% участников исследования, частично 18%, а для большинства, 76%, мечта так и осталась мечтой. Среди причин того, почему они не стали тем, кем мечтали, респонденты до 25 лет чаще отмечали, что у них изменились взгляды, они прикладывали недостаточно усилий или на эту работу было сложно попасть без опыта. 37% респондентов этой возрастной группы заявили, что точно изменили бы свою профессию, если бы появилась такая возможность. 24% скорее бы пошли на этот шаг, 17% скорее бы отказались от планов что-то менять, а 12% точно бы не изменили. В топ-5 профессий, на которые они готовы променять свою нынешнюю работу, респонденты до 25 лет называют бизнесмена, программиста, актером, художника и артиста. Респонденты старше 25 ответили, что в случае смены поля деятельности пошли бы в программисты, бизнесмены, врачи, путешественники и дизайнеры. Опрос проводился с апреля по май среди 2179 российских соискателей. 22 мая, 19-20 эксперт рассказал, каких IT-специалистов не хватает в России. Продолжение следует...